Каждый из нас во что-нибудь доверит. Мы верим, что армия Наполеона была разгромлена союзными войсками под Ватерлово, что Волга впадает в Каспийское море, что атом состоит из протонов, электронов и нейтронов. Пожалуй, немногие из нас видели все это собственными глазами, но мы уверены в этом настолько, что готовы вступить в острую дискуссию с любым, кто осмелится подвергнуть эти факты сомнениям. А уверенность невидима и есть вера. Конечно же, наша вера чаще всего возникает не сама по себе. Мы что-то где-то услышали, что-то прочли, а потом наверняка подумали, стоит ли этому верить или нет. Насколько достоверен источник предложенной нам информации? Одна степень доверия у нас к тому, что пишется в научных журналах, другая к новостям из интернета, хотя в заблуждение, конечно же, может вести и то, и другое. И совсем иная вера тому, что нам расскажут на рынке или по телевизору. Жизнь приучила нас держать ухо востро и не хвататься с детской наивностью за каждое услышанное известие. Мы не хотим верить слепо. Однако нередко люди верят во что-либо без какого-либо на то основания. Просто так хочется. Такая необоснованная вера называется суеверие. Среди всех человеческих мнений и суждений суеверие обладают необыкновенной живучестью. Нам вовсе не интересно, соответствуют они действительности или нет. Суевер не требует от ученых выяснения того, каким образом, например, постукивание по дереву оберегает его с глаза. Он знает, что это так, и, пожалуйста, не морочь ему голову своими фактами. Вот тут-то и таится опасность. Идя на поводу суеверия, человек все больше и больше уходит от реальности, впадая в более и более глубокое заблуждение. И хотя наш мир все интенсивнее требует от нас уважать чужие заблуждения, обещая в ответ уважение наших заблуждений, при нынешнем уровне техники информации суеверия могут обойтись нам весьма дорого. Вспомните, чего стоили суеверия превосходство арийской расы или преимущественные роли классовой борьбы в развитии человечества. Так что это очень важно – уметь отличать веру от суеверия, смотреть, соответствуют ли наши верования реальным фактам или являются чьими-либо измышлениями, ну, в частном случае, нашими собственными. Тем не менее, среди всего, во что мы верим, остается довольно значительная часть фактов, не поддающихся проверке. И к ним, в первую очередь, относятся круг вопросов, связанных с понятием происхождения – откуда взялся мир, как возникла жизнь, как появился человек. Действительно, ни мы с вами, ни ученые-специалисты не в состоянии отправиться в самое начало и пронаблюдать это. События эти произошли лишь однажды, и никто из людей не был их очевидцем. Тут, на удивление, сходятся мнения как богословов, так и атеистов. Однако, это, пожалуй, самые важные для нас вопросы. Не зная, откуда и как, вряд ли можно понять, зачем. То, куда нам нужно идти, определяется тем, откуда мы пришли. Лишь пара вопросов. Существовал мир вечно или возник из небытия? Появился человек в результате случайности или целесообразности? Определить все наши дальнейшие рассуждения и по вопросам истории, и естественных наук, да и, пожалуй, географии. Вопросы происхождения – вопросы чисто религиозные. Мы верим, что было так и не иначе, и на основании этого строим свое мировоззрение. Но обоснована ли наша вера? Не уводит ли она нас истинного пути? Не впали ли мы в суеверие? Пожалуй, стоит разобраться, а то еще попадем куда-нибудь не туда. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok